В эфире городские подробности. Программа о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Александр Мамонтов. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крайний срок – 28 января. Процедура принятия нового документа многоступенчата. Провести публичные слушания, доработать по итогам этих слушаний, рассмотреть и принять эти решения представительными органами муниципальных образований. Однако действовать новый документ будет лишь после прекращения полномочий действующих глав муниципальных образований. Но изменения нормативно-правовой базы должны быть ориентированы в первую очередь на финансовую сторону вопроса. Сегодня необходимо, чтобы полномочия муниципальных властей соответствовали имеющимся у них финансам. Отсюда вытекает и другая проблема – недостаточный уровень полномочий муниципалитетов. Решит ли ее назначенный по контракту сети-менеджер – неясно. Зато необходимость четкого регулирования в вопросе межбюджетных отношений очевидна. Основной вопрос сейчас остается – это межбюджетные отношения. Как они будут, как финансируются, какие нормативы и так далее. Он был основным вопросом, я это считал. Неважно, законно избранный мэр, хотя, конечно же, я за то, чтобы всенародно избирался мэр города Архангельска. Но даже при такой системе сети-менеджера, или как ее по-другому и назови, главное отношение всегда – межбюджетные отношения. Сколько денег, на что мы будем тратить, и люди должны знать об этом. Поэтому эти отношения основные. Я думаю, что в дальнейшем это будет главным вопросом. Несмотря на то, что областной закон о реформе местного самоуправления принят, коррективы к нему будут вноситься. На момент принятия документа таких поправок было более 30. На грядущей сессии областные депутаты к вопросу изменений и дополнений закона также вернутся. На минувшей неделе в Архангельске прошло заседание комиссии по инвестиционной политике. Обсуждения коснулись в том числе и инновационного для области проекта – технопарка. Другое новшество – промышленный парк Архангельский уже воплощено в жизнь. Алексей Карельский продолжит тему. Проект компании «Полармар» предусматривает строительство производственно-технического комплекса на левом берегу в районе железнодорожного моста. Резиденты такого технопарка могли бы брать в аренду подготовленные помещения для своих опытно-конструкторских разработок. Он нужен для создания площадки для быстрой разработки, испытаний производства наукоемкой продукции, для усиления роли САФУ в промышленном развитии, создания научных и технологических школ, для создания инновационных производств. За передачу участка на левом берегу под строительство технопарка выступила и мэрия Архангельска. Однако, если этот проект еще на бумаге, то другой, частный промышленный парк Архангельский, при поддержке муниципалитета, уже фактически воплощен в жизнь. Это готовая площадка с развитой инфраструктурой, с помещениями, с оборудованием, водой, канализацией. Любой молодой предприниматель может прийти к нам и начать собственное дело. То есть, взяв в аренду понимаемый участок земли, мы находим поддержку, мы видим желание со стороны города. На сегодня от города у нас есть все. То есть, мы запросили разрешительную документацию, получили согласование. Инвестор вложил средства в инфраструктуру промышленного парка, обустройство подъездных путей, облагораживание прилегающей территории. Мэрия Архангельска, в свою очередь, максимально облегчила предпринимателям все бюрократические процедуры. Там уже существует несколько предприятий в рамках промышленного парка. Очень интересная тема, лесопиление, добавочное производство. Мы тоже поддержали этот проект и считаем, что будем дальше его развивать. Оба проекта были представлены на суд комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области. Идею по созданию технопарка предложено доработать к следующему заседанию. А вот инициатива по развитию промышленного парка Архангельский уже нашла поддержку области. Теперь проект будут защищать в Москве, чтобы получить федеральное софинансирование на его дальнейшую реализацию. Мэр Архангельска Виктор Павленко одной из приоритетных задач городских властей считает создание благоприятного инвестиционного климата. С 2010 по 2013 год объем инвестиций в основной капитал в Архангельске в пересчете на одного жителя без учета бюджетных вложений вырос на 20%. За два последующих года по отношению к 2013 инвестиции обещают вырасти на 25%. Как было сказано, мэрия уже поддержала два инвестиционных проекта по созданию и развитию в Архангельске технопарков. Один предназначен для ведения бизнеса в деревообрабатывающей и лесопильной сфере. Второй предполагает строительство современного научного центра с мастерскими и лабораториями. Важное направление – вложение частных инвестиций в модернизацию коммунального хозяйства города. Муниципалитетом уже разработаны программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схема теплоснабжения и схема водоотведения Архангельска. Главное, подчеркнул городоначальник, предсказуемые тарифные решения. Это и есть гарантия прихода в сферу ЖКХ Архангельска серьезных инвесторов. Особо отметил мэр Архангельска хорошие перспективы сотрудничества и капиталовложений в области строительства. Общий объем инвестиций в строительство жилья превышает сегодня 9 миллиардов рублей. Как отметил Виктор Павленко, привлекая инвесторов для расселения ветхого жилья, в городе появляются возможности для застройки целых микрорайонов. Целенаправленная и грамотная политика в области градостроения в Архангельске – это и прямые инвестиции в городскую экономику, и загрузка предприятий строительной отрасли, и новые рабочие места для горожан, а следовательно и налоговые поступления в муниципальный бюджет, убежден мэр Архангельска Виктор Павленко. В минувшие выходные в Архангельске прошли сразу два митинга. Один против бездействия чиновников областного правительства, другой против инициатив по отмене северных льгот. По окончании обоих митингов неравнодушные горожане приняли резолюции, которые будут направлены в вышестоящие органы власти. Подробности в нашем сюжете. В субботний день на площади Ленина собрались представители разных поколений. Вопросов, волнующих архангелогородцев сегодня, накопилось немало. От исполнения майского указа президента о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, до неоднозначной реформы местного самоуправления. Мы хотим, чтобы сделали референдум. Не так просто, чтобы кто-то принял решение ввести в сети менеджеров, и выборы отменить мэра, а чтобы провели референдум. У нас 75% было, что мы против этого, но нас никто не послушал. Ну, потому что мы, видимо, они очень интересны нашему правительству. Коснулись выступления митингующих и ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. «Только в одном городе Архангельске 1500 домов ветхие и аварийные. Денег на ремонт этих домов нет. Год-два пройдет, 500 домов свалятся. Тысячи станут ветхими и аварийными. Что делать дальше? А делать надо одно. Надо объединяться». «Руки прочь от северных» – такой лозунг звучал на площади Ленина уже в воскресенье. Митинг против отмены северных льгот собрал больше тысячи горожан. Разговоры о возможной отмене районных коэффициентов и надбавок начались еще в октябре. Предложения некоторых депутатов, Госдумы и чиновников федерального правительства вызвали возмущение у северян. «Мы выступаем не против конкретно вот этого закона о территориях опережающего развития. Мы выступаем против любых снижений гарантий, трудящихся на севере Российской Федерации». Сегодня к таким гарантиям относятся и надбавки к зарплате, и компенсации стоимости проезда к месту отдыха, и дополнительный трудовой отпуск за работу в условиях севера. Хотя перспектива полной отмены районных коэффициентов и надбавок туманна, закон имеет только форму проекта, но собравшиеся на митинг северяне едины в одном. «Я против отмены северных. В будущем понятно, что если я сейчас не пойду сюда, не отстаю свои права, то получится то, что в будущем часть моей зарплаты будет забирать, она будет к этому ходить». По окончании митинга участники большинством голосов приняли резолюцию, суть которой такова. Государственные гарантии северянам и системы льгот должны быть неприкосновенные и защищены от любых законотворческих экспериментов. Резолюция будет направлена в Государственную Думу, Правительство России и Объединение работодателей. Отопительный сезон, буксирные перевозки, территориальное общественное самоуправление, освещение в Северном округе. Эти и другие темы обсуждались на совещании в мэрии города. Подробнее Артемий Заварзин. 47 локальных котельных в работе, подача тепла в дома и объекты социальной сферы в штатном режиме. Такую характеристику можно дать отопительному сезону в Архангельске. Продолжаются работы и по повышению надежности сетей. Успешно завершена перекладка участков теплотрасс на улицах Гагарина и Касаткиной. Специалисты доложили мэру города и о работе буксирных переправ. На сегодняшний день их три. Выставили буксир на Хабарку-Соломбова. До этого работала первая у нас переправа 14-й лесозавод, Маймаксанский лесной порт. Вторая переправа 22-й, 23-й лесозавод. Выставили буксир. Кегастров, город, работает теплоход. И 29-й тоже пока работает теплоход. На совещании было уделено внимание Северному округу. Там муниципалитет продолжает обустройство линий освещения. Уже подключено более 2-3 уличных фонарей. Имел место в повестке дня и вопрос развития движения ТОСов. Состоялось награждение победителей городских конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОСа». В обоих победу одержал ТОС Кемский. Образованный в 2013 году, он уже успел сделать многое на благо родного поселка. Это проект дренажно-ливневой канализации долгосрочной, детская площадка и благоустройство набережной реки вдоль Соломбалки. Все проекты мы реализовали, проекты выиграли. В этом году на реализацию социально значимых проектов ТОСов в городском бюджете было предусмотрено 2,5 миллиона рублей. Сегодня таких организаций 9. Виктор Павленко уверен, цифру эту нужно увеличить. Задачу ставлю Департаменту экономики, чтобы как минимум в два раза увеличить за год, а то и больше. Я думаю, что это как раз та форма, здесь очень сочетание бюджетных средств, привлеченных средств, участие самих жителей. То, что будет сделано самими жителями, никогда не будет разрушено. Обустроили клубы. Эта неделя отмечена значимой для нашего края датой. 19 ноября – день рождения ученого-энциклопедиста, поэта, нашего земляка Михаила Васильевича Ломоносова. В этот день состоялось традиционное награждение лауреатов конкурса на премию имени Великого Помора. О людях, которые внесли вклад в развитие науки, техники и культуры и способствовали практическому решению проблем северных регионов страны, наш следующий сюжет. «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением», – писал Михаил Васильевич Ломоносов. Спустя 303 года со дня рождения нашего великого земляка его постулаты не теряют актуальности. 18 работ, представленных на соискании Ломоносовской премии, объединяют общие идеи. Все исследования имеют практическое значение для развития Поморского Севера. За получение престижной премии боролись 36 человек из Архангельска, Наринмара, Мурманска, Северодвинска, Каргополя и Апатит. Всего на торжественной церемонии были вручены 7 наград, 2 из которых учреждены мэрией Архангельска. В 17-й раз уже традиционно мэрия города Архангельска вручает премии имени нашего великого земляка Михаила Васильевича Ломоносова молодым ученым. Это действительно вклад нашего города, молодым ученым, это развитие нашего города. Здорово, что такая традиция сохраняется, мы ее будем продолжать, увеличивая, я думаю, что и денежное вознаграждение. Поэтому это будущее нашего города Архангельска. Я поздравляю наших всех победителей конкурса, всех участников, а было представлено более 9 работ, и с каждым годом работ становится все больше, работы все более интереснее. Лауреатом премии в номинации молодой ученый, учрежденной мэрией Архангельска, стал анестезиолог-реаниматолог 1-й городской больницы Андрей Ленькин. Над диссертацией под сложным названием «Мониторинг и целенаправленная терапия при хирургической коррекции комбинированных пороков сердца» молодой ученый работал более 6 лет. В ней Андрей Ленькин изложил результаты исследований современных методов мониторинга в кардиохирургии. Мы одни из первых, которые опробировали эти методы в достаточно такой узкой и интересной специальности, как кардиохирургия, операции на открытом сердце в условиях искусственного обращения. Награды получил и авторский коллектив молодых ученых, чей труд посвящен преобразователям электроэнергии нового класса для кораблей и судов арктического региона. Это первое серьезное подтверждение того, что наша научно-техническая работа прошла апробацию общественную. Дополнительно в этом году была учреждена еще одна Ломоносовская премия. Конкурсную комиссию заинтересовало исследование преподавателя САФУ Натальи Сунгуровой. Цикл научных работ в области искусственного лесовосстановления на Европейском Севере включает в себя 38 трудов автора. У нас леса вырубаются и после них хвойные леса не восстанавливаются очень продолжительное время, а восстанавливаются в основном лиственные сразу. И период лесовыращивания сокращается на 20-30, а то и более лет. И поэтому необходимо нам, чтобы получать какую-то коммерческую выгоду, создавать хвойные насаждения. Мы даем рекомендации, как правильно восстанавливать лес после рубки. Лауреаты в номинации «Молодые ученые» получили от мэрии Архангельска по 50 тысяч рублей. Подарок приятный, но это, как отмечают призеры, далеко не главное. Куда важнее для ученых то, что результаты их исследований уже сейчас находят широкое применение, а значит служат на благо развития нашего города. В Архангельске завершились дни Французского института. Насыщенная программа мероприятий включала в себя показ фильмов, лекции, языковые семинары, дебаты и многое другое. Главным гостем поморской столицы стал генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Тибо Фурьер. С ним встретился мэр Архангельска Виктор Павленко. Площадь Архангельской области всегда сопоставляют с размером Франции. Правда, объединяющими факторами должны быть не только квадратные километры. Об общности интересов и зашла речь на встрече мэра Архангельска Виктора Павленко с генеральным консулом Франции в Санкт-Петербурге Тибо Фурьером. Среди 11 городов-побратимов в столице Поморья есть и французский Милус. Только вот его официальная делегация последний раз была в столице Севера в 1996 году. А ведь возможностей и поводов для прямого общения предостаточно. По большому счету главная задача это все-таки межличностные отношения, межнациональные отношения, какие-то культурные, спортивные. Вот как раз университет Милюза, он дружит с нашим университетом. Во-вторых, мы столкнулись с тем, что иногда в рамках вот этих рамочных соглашений побратимских связей, потом уже предприниматели, используя вот этот, как говорится, канал, да, такой установки побратимских связей и договор, они уже начинают развивать какие-то отношения. Дни французского института, которые проходят в Архангельске на этой неделе, это хороший вклад в межкультурные взаимодействия. Налаживанию деловых отношений могла бы поспособствовать Маргаритинская ярмарка, на которую мэр Архангельска и пригласил Тибо Фурьера со товарищами. Генеральный консул обещал еще не раз вернуться сюда, тем более, что сам он в столице Поморья впервые. Это город, который обязательно надо посетить. Во-первых, красивый город, исторический. Видно, что город развивается. Мы можем, в принципе, сотрудничать во всех сферах. Это зависит только от партнеров. Я постараюсь убедить моих соотечественников как можно скорее сюда приехать и оживить это партнерство. В завершении встречи Виктор Павленко пригласил генерального консула Франции, а через него и делегацию Мелуза, на празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. И это не просто дружеский жест. Это признание того, что победа над фашизмом была нашим общим делом. В современных реалиях такое напоминание нашим европейским друзьям не будет лишним. Еще об одной дате, о которой мы не могли не сказать. 150 лет назад в России появились независимые судьи, присяжные и прения адвокатов и обвинителей. В Архангельском областном суде в честь знаковой даты состоялось торжественное совещание. На нем побывала Мария Воробьева. Реформа Александра II сделала судебные разбирательства открытыми и доступными. В уголовном процессе был создан суд присяжных, введены принципы гласности, состязательности, право на защиту, а также понятие презумпции невиновности. Кроме того, был учрежден мировой суд. В Архангельскую губернию реформа пришла лишь спустя четверть века. 15 участковых и два добавочных мировых судьи были назначены приказом по министерству юстиции от 23 марта 1889 года номер 12 и приступили к исполнению своих обязанностей с 1 апреля 1889 года. В этом году мы с вами отметили 125-летие мировой юстиции на севере. В 1896 году в Архангельске открылся окружной суд. Как в веке 19-м, так и в 21-м для его сотрудников защита закона – приоритет в работе. Должность судей многому обязывает. И надо оставаться в первую очередь человеком, соблюдать закон. Если есть возможность спасти чью-то жизнь, просто говорить, что не освободить от наказания, а дать человеку возможность, шанс исправиться – вот это, я думаю, что самая большая работа судьи. Слова благодарности в адрес тех, кто защищает интересы Фемиды, не смолкали. За свой нелегкий труд представители правосудия были отмечены почетными грамотами от мэрии Архангельска. Решите мне от имени всех горожан поздравить вас, конечно же, с профессиональным праздником и всех нас. Это было не раз уже сегодня сказано, красной нитью, 150-летие судебной реформы, которая действительно – это национальная реформа, которая была при Александре Втором и которая пользуется до сих пор. Это действительно большое национальное событие. Ну, к словам, которые сказали мои коллеги, мне остается лишь добавить, что здравствуйте Архангельский областной суд – самый гуманый в мире. И пожелать всем вам, что при принятии и при суде руководствуют силой закона, а не силой религиозной и политической целесообразности. Ну и пожелать вам всем добра, здоровья, счастья, благополучия и поменьше дел. На днях город воинской славы Архангельск был удостоен чести завершить всероссийскую акцию «Вахта памяти». События приурочили к 25-летию поискового движения «Поморья». В торжественном закрытии акции приняли участие поисковики со всей страны. 200 поисковиков из 60 регионов страны. За плечами у них сотни экспедиций к местам боевой славы нашей страны. Они возвращают имена погибшим на полях сражений и не остановятся, пока не будет найден последний солдат Великой войны. Свой вклад в достойное дело вносят и архангельские поисковики. В городе очень большой опыт и традиции военно-патриотической работы. С каждым годом увеличивается количество кадетских классов, музеи, комнаты боевой славы. Пост номер один возрожден у вечного огня, большая акция «Знамя Победы» по школам Архангельска проходит. Поэтому, конечно, это не случайно. У нас есть программа военно-патриотического воспитания молодежи, в которой включена поддержка наших поисковых отрядов. Поисковые отряды очень активно работают. Поэтому, думаю, совокупность вот этого всего, ну, конечно, городу Архангельску 430 лет, это первый порт России, это само по себе, сам по себе героический город и 70 лет освобождения Заполярья. И 25 лет исполнилось в этом году поисковому движению «Поморья». Потому организаторы «Вахты памяти-2014» решили провести закрытие акции именно в Архангельске. Дел за четверть века у наших поисковиков сделано немало. Удалось найти и захоронить останки более 8 тысяч пропавших без вести и погибших на фронтах войны. По смертным медальонам установлены судьбы 2,5 тысяч солдат и офицеров. В память о героях Великой войны участники митинга несут цветы к обелиску победы. По окончании митинга на площади мира собравшиеся большой колонной направились на мыс Пурнаволок. Здесь установлен один из главных символов боевой славы Архангельска – стелла – город воинской славы. Знаменательно, что в декабре исполнится 5 лет с момента присвоения Архангельску этого почетного звания. С особыми чувствами к монументу пришли поисковики с Дальнего Востока страны. Хабаров – тоже город воинской славы. Я считаю, что все города достойны этого звания, так как в войне в этой страшной погибло достаточно много населения из разных городов России. Кстати, по инициативе поисковиков в российском календаре появилась новая памятная дата – 3 декабря – день неизвестного солдата. Этот день стал и днем поисковика. Несколько лет назад архангелогородка Вера Коншиева начала поиски документов, которые подтвердили бы ее статус житель блокадного Ленинграда. И в этом году, юбилейном для снятия блокады, все необходимые подтверждающие справки были найдены. Почетное право вручить знак жителя блокадного Ленинграда Вере Викторовне Коншиевой выпало заместителю мэра по социальным вопросам Ирине Орловой. Для Архангельска, города воинской славы, это очень важно, потому что эти люди испытали в своей жизни тяготы Великой Отечественной войны и не понаслышке знают, что такое блокада, страшная блокада, страшные годы в огненном кольце в городе Герои Ленинграде. Вере Викторовне не было и года, когда началась Великая Отечественная. Спустя семь десятилетий память настойчиво возвращает ее то в далекий март 42-го, когда родители смогли эвакуировать ее вместе с сестрами по дороге жизни, то в детский дом, в котором они потом оказались. Восстановить статус жителя блокадного Ленинграда Вере Коншиевой помогли сотрудники аппарата, уполномоченного по правам человека в Архангельской области. Это просто я даже не думала, что мне помогут найти вот эти документы. 72 года прошло уже с момента блокады. Разыскали, помогли мне, иначе бы мне ничего не сделать было. Сегодня в Архангельске проживают 86 жителей блокадного Ленинграда. Для них и всех ветеранов войны городская власть реализует целый комплекс мер социальной поддержки. В следующем году по решению мэра Виктора Павленко им будет выплачена единовременная денежная помощь. Останется бесплатным и проезд в общественном транспорте. Эфир продолжит традиционная рубрика «Лица недели». Ее герои – участник конкурса «Лучший повар» Андрей Казьмин, организатор праздника «День отца» Валентина Морозова и студент Северного Арктического федерального университета Владимир Желнырович. Эта неделя запомнилась мне таким замечательным мероприятием, как День отца, который мы организовывали в Центре патриотического воспитания. Решили устроить большой праздник именно для пап. Про них ведь не так много говорят, как про мам. И мы устроили праздник с конкурсами, с концертом, куда пригласили разных известных отцов, творческих. У нас был конкурс «Отцы по морю», где поучаствовала 31 семья. У нас даже такой бренд появился «Поморский папа». Было очень душевно. И наши папы, они самые лучшие. Эта неделя запомнилась мне презентацией книги Вадима Ивановича Буатова, человек Тропоморского государственного университета, архиепископ Афанасий Хомогорский, муж слова и разума. Хочется отметить, что это праздник для нас всех, поскольку он совпадает с праздником Днем от Ангела Михаила. Мы студенты, которые свои миссии считаем перенимать опыт и знания, и передавать их последующим поколениям. Мы должны развиваться духовно. И эта книга, этот великий труд Вадима Ивановича Буатова, он позволит нам узнать больше об этом замечательном человеке. Эта неделя запомнилась мне участием в городском конкурсе «Лучший повар города Архангельска», где я принимал участие и занял третье место. Конкурс городской проходил при поддержке, большой поддержке мэрии города Архангельска. Значимость этого конкурса для развития общественного питания, для повышения квалификации, для повышения уровня общественного питания, для ассортимента, выбора блюд. Конкурс состоял в том, что было домашнее задание, это холодная закуска на 5 персон. Любое блюдо, из мяса или из рыбы, я сделал в азиатском стиле, сделал из морепродуктов, ассорти из морепродуктов. Соперники были сильные, конечно. В следующем году планирую также участвовать в конкурсе. 21 ноября – особенный для Архангельска день, именины города. В этот день православные отмечают собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. На Божественной Литургии в честь праздника в строящемся Михаил-Архангельском кафедральном соборе побывала Елена Матвеева. Во всех храмах Архангельска сегодня прошли торжественные богослужения. Как и везде в строящемся кафедральном соборе, прихожане зажигали свечи, произносили молитвы и просили за стопничество у предводителя небесного воинства. Молиться за свой город, чтобы он краше был, чтобы он был для гостей добрым. Наш город – город ангелов, поэтому он и не изменил свое название. Архистратик, наш покровитель, он нам дан Господом для того, чтобы любовь и объединение, и силу духа крепить, и единение наше собирать. На торжественной литургии митрополиту Даниилу сослужило духовенство всей епархии. День святого Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных – торжество всех ангельских сил, праздник каждого православного человека. Архангел Михаил и все небесные силы, они готовы помогать, помогают нам, но нам нужно их попросить им молиться. Наш север – это форпост, и поэтому был основан монастырь в честь Архангела Михаила, а затем и город имеет это название, и город защищен ангелом. И хочу еще особо поздравить Виктора Николаевича сегодняшним днем, потому что вы находитесь под покровом, под водительством Архангела Михаила, чтобы вы всегда это помнили, чувствовали и, соответственно, поступали, радуя Архангела Михаила и наших небесных покровителей. Для нашего города Архангельска этот праздник особый, и нам как минимум на сегодняшний день повезло трижды. Первый раз, когда более 430 лет назад наш город был назван в честь Архангела Михаила, затем в смутные времена не был переименован, как многие города России оносят звание города Архангельска. И в третий раз, когда мы получили благословение и строится главный кафедральный собор Архангела Михаила, как символ, символ возрождения православия, веры в городе Архангельске. Поэтому огромнейшее спасибо и думаю, что со строительством храма нам будет вести всегда. Но для этого нам надо много молиться, много работать и много творить добра. И будет строиться в Архангельске собор, и вышегает он из земли белоснежными стенами, и будет вокруг него строиться, радоваться и начинать новые дела город Старшего Ангела Архангельск. В Архангельске с 2005 года появилась хорошая традиция открывать на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского первую новогоднюю елку. В этом году зеленая красавица предстала перед горожанами 21 ноября. Поддружная елочка-гори на лесной красавице зажглись яркие огоньки. Зрители увидели, что на этот раз елку украсили северные пряники. Завершили акцию зажжения первой елки традиционной танцы. Участники праздничного гуляния вовлекли Архангела Городцев в Козулин хоровод. Это очень веселый праздник, такой яркий и радостный. Хочется прям радоваться. Смотрите поскорее Новый год, получить подарки, Деда Мороза увидеть. Теперь украшенная игрушками елка на Чумбаровке будет напоминать северянам, что Новый год не за горами, и пора задуматься о подарках. Это была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Александр Мамонтов. Проведите этот воскресный день на свежем воздухе. Полюбуйтесь на новогоднюю елку. Всего вам хорошего и увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»